Алексей Петров, студент третьего курса Ирниту, внимательно рассматривает свою новую комнату в общежитии и даже проверяет на мягкость матрас. Больше всего в новом жилье студенту понравилось, что у каждого в комнате есть свое личное место – стол для учебы, шкаф и зеркало. Также Алексей отмечает, что теперь добираться до учебного корпуса всего пять минут. До этого он два года жил на съемной квартире. Я обучаюсь в Иркутском политехе, в институте энергетики. И за хорошую учебу Ирн Плюс выделил мне место в комнате в общежитии. Я этому очень рад, потому что моим родителям не придется нести дополнительные траты за снятие квартиры. Алексей Петров будет жить на пятом этаже общежития. Его специально для профильных студентов Куи Церниту отремонтировал основанный Олегом Дерипаской российский энергохолдинг Ирн Плюс. Этаж оформили в корпоративном стиле. Более того, студентов освободили от платы за проживание. Всего на этаже будет жить 72 человека. Здесь предусмотрено все для их комфортной жизни. Все знают, что общежитие – место людное. Но даже здесь предусмотрели возможность для уединения, чтобы подумать о будущих открытиях в энергетике. Мы вложили более 17 миллионов рублей, дополнительно оборудовали места отдыха, закупили проекторы, закупили маркерные стены и доски, сделали нормальное оборудование, немножко другую мебель. Сегодня мы, конечно, очень рады, что это общежитие готово и что с будущего учебного года мы сможем еще сильнее заинтересовать сегодняшних студентов энергетики в вступлении в корпоративные программы Н-Плюс. Это кадры для Иркутской области, это кадры для энергетики Сибири. Всего в отремонтированном общежитии номер 6 будут жить 324 студента из всех институтов Иркутского политеха. Заселение начнется уже 30 июня. Общежитие переделали из коридорного типа в крупносекционное. На каждом этаже сформировали 4 секции по 6 жилых комнат на 3 человека. Теперь у студентов есть просторная кухня, прачечная и гладильная комната, пространство для отдыха и занятия во внеучебное время. Также есть актовые и спортивные залы. Однозначно будут еще такие проекты. Тот формат, который мы сегодня видим, его придумали сами студенты. Мы проводили специальную стратегическую сессию, где преподаватели и студенты генерили идеи, как они видят современное общежитие. И как раз эти идеи мы воплотили в 6-м общежитии. И у нас программа, что раз в три года по одному общежитию у нас такого плана появлялось. Следующее общежитие у нас на очереди 5-е общежитие. Там уже начался ремонт. Ирниту реализует программу по развитию студенческого городка. Ее цель – создать комфортные условия проживания для студентов. Совсем недавно отремонтировали три общежития – 7-е, 16-е и 11-е. По поручению президента в России создается сеть межвузовских кампусов мирового уровня. Иркутск претендует на создание такого кампуса. В регионе проект курирует лично губернатор Иркутской области. Я вижу, что и здесь сами системообразующие компании заинтересованы внутреннему подходу. В принципе, все есть. Пожалуйста, приходите, делайте свою символику, вносите что-то новое, небольшие вложения. Но здесь будут учиться те студенты, которые станут вашими сотрудниками через несколько лет. Я думаю, что это такой хороший формат взаимодействия. Всего в студенческом городке Ирниту 21 общежитие. Там проживает более 4,5 тысяч человек. Юлия Бархатова, Константин Синицын. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова